Здравствуйте! У нас сегодня в гостях Дмитрий, человек, сведущий в СИП, специальной инженерной подготовки. В двух словах, что такое СИП, как вы до этой жизни вообще докатились, и дальше уже будет, дальше по плану будет. Докатился до этой жизни, как и большинство украинцев, за 2022 год, то есть до 24 февраля 2022 года, я вел мирную, тихую, спокойную жизнь инструктора по стрельбе. Ну а потом вдруг решил, точнее не решил, а за меня судьба решила попасть в инженерно-саперный взвод при батальоне территориальной обороны города Киева, и вот на протяжении 10 месяцев я непосредственно был связан с этим. До этого, как бы, этой темой занимался чисто как в общем плане развития, то есть что-то знал, но большинство не знал. Хобби. Благо, да, благо в подразделении у нас были люди, которые действительно смогли всех нас научить заниматься этим на профессиональном уровне. К сожалению, не все наши учителя дожили до нынешних времен, потому что, скажем так, дело это достаточно опасное. Ну, к сожалению, да. В общем-то, для чего мы вас пригласили? Для того, чтобы нашим зрителям можно было дать что-то больше, кроме как совет. Не ходите за грибами в ближайшие хотя бы годик-полтора. Давайте начнем с самых азов. Какие могут быть самодельные взрывные устройства? Кто их будет делать и куда их, скорее всего, будут ставить? Давайте возьмем пределы все-таки, наверное, города, поскольку люди сейчас возвращаются в свои дома, и это становится актуальным все чаще и чаще, к сожалению. Ну, смотрите, да. Если бы мы хотели закончить нашу передачу очень быстро, я бы просто сказал то, что я говорю, и то, что мы всегда говорили на всех инструкторских курсах, на занятиях с бойцами, подразделениями, при общении с мирными жителями. Не ходите туда, куда не нужно, не берите в руки то, чего вы не знаете, ни в коем случае ничего это не разбирайте, и вообще держитесь подальше от тех мест, где были боевые действия. Но, к сожалению, иногда приходится более подробно все это излагать. Начнем с того, что, собственно говоря, все взрывные устройства можно условно разделить на несколько типов. Основные это противопехотные, противотанковые, ну и там дальше идут уже нюансы. Основное отличие, то, что мы должны знать. В 1997 году Украина подписала так называемую Оттавскую конвенцию о запрещении, распространении, уничтожении и так далее противопехотных мин. То есть Украина законодательно гарантировала то, что она не будет использовать противопехотные мины в неуправляемом варианте. То есть когда противопехотку просто закопали, оставили и ушли. Поэтому мы их не используем. У нас их нет, у нас все, что было, это было уничтожено. Мы их не имеем физически. Наши северные соседи, ни друзья, ни братья, эту конвенцию не подписывали. Поэтому они очень активно используют противопехотные мины в самых разных вариантах. Начиная от минимальных тех же самых лепестков и заканчивая довольно серьезными боеприпасами, которые реагируют буквально на все. Мы это, опять же подчеркиваю, не используем. Если мы поставили противопехотную мину, это значит, что где-то сидит боец с пультом управления и только по нему он может ее взорвать. То, что они иногда рассказывают, что мы там лепестками закидали там где-то, где-то, это откровенная ложь. Потому что у нас их просто-напросто нет. Ну, в любом случае, я сейчас для себя сделал один простой вывод. Мы очень близки сейчас, наверное, к Камбодже, которой в лес ходить нельзя до сих пор, хотя красных меров уже давно там нет. Подозреваю, что у нас с этим тоже будет большая проблема в будущем. Но сейчас все-таки город. Это касается не только леса, это касается дорог, проселочных дорог, полей, потому что все это тоже подвергалось минированию. Там, как правило, использовались уже противотанковые мины. Но, тем не менее, да, это тоже опасно. На человека она не среагирует, но любой автомобиль, к сожалению, приведет к ее инициации. И для автомобиля это будет очень-очень критично, как и для людей, сидящих в нем. Понятное дело, к сожалению. В городе, помимо перечисленных заводских, скажем так, противопехотных, противотанковых мин, также очень часто можно встретить и самодельные взрывные устройства, всем известные как растяжки, так называемые. Помимо этого, очень часто могут встречаться неразорвавшиеся куски элементов артиллерийских сторядов, тех же самых мин, кассетных боеприпасов, которые также очень-очень опасны. Общие признаки – зеленый цвет и что-то продолговатое, непонятное. Правильно я понимаю? Нет, далеко это не так. На самом деле оно может иметь самый разный вид. Это могут быть предметы цилиндрической формы, может быть предметы округлой формы, могут быть предметы просто абстрактной, скажем так. Если это неразорвавшиеся, он может иметь вид чего угодно обгорелого, металлического и непонятного. Ну, в этих местах, я думаю, адекватные люди, слава богу, не будут лазить сильно, а туда первым не зайдут все-таки специалисты. К сожалению, в теории так и должно быть, и на практике так это чаще всего и происходит. То есть, есть военно-саперное подразделение, мы не занимаемся, ну, как бы, разминирование – это не совсем наш профиль. У нас чуть-чуть другие задачи. В основном разминированием занимаются подразделения Державной службы надзвучайных ситуаций. Вот они, да, они ответственны за то, чтобы все опасное в тех местах, куда снова заходят наши гражданские люди, было уничтожено. Но тут есть нюанс. Ни один сапер, на самом деле, не может дать стопроцентную гарантию, что здесь вот абсолютно все чисто. Потому что есть вещи, которые, ну, нельзя отследить ни инструментальным методом, ни с использованием тех же самых собак. Да просто людей может не хватить. Может быть, лежать там, куда человек забраться не может. То есть, очень-очень много вариантов. Даже если сказано, что здесь проходили саперы, все исследовали, стопроцентной гарантии это не дает. Это дает высокую степень безопасности, но, к сожалению, не стопроцентную. Поэтому нам приходится говорить с людьми, рассказывать, показывать и убеждать, что вот не делайте этого, этого, этого. Ну, так чего все-таки не делать? Не делать. Не брать в руки предметы, которые вам не знакомы. Ни в коем случае, если вы подозреваете, что это что-то армейского происхождения, либо назначения, не пытаться это разобрать. Не пытаться посмотреть, что там внутри. Не отдавать, не бронять, не бросать. Увидели что-то, чего вы не знаете? Лучше позвоните в ДСНС, позвоните в патрульную полицию, пускай приедут специалисты, пускай они это осмотрят. Тем более, что от этого не зависит ваша жизнь. Вам не нужно, как, например, военным, выйти обязательно на нужную позицию, чтобы это этого не стоило. Там окопаться. Вы просто идете туда для своего развлечения. Это может закончиться очень плохо, как правило. Ну, для развлечений, понятно, туда никто не будет, надеюсь, не будет идти. Но возьмем, ну, такую условно-эфемерную, но, скорее всего, вполне реальную ситуацию. Человеку нужно вернуться домой. С чего начать? Потому что, понятное дело, не всегда ваши ребята могут пройти везде, повторяя ваши слова. Но домой хочется, ночевать где-то нужно. На что обращать внимание? В каких местах, скорее всего, или с наивысшей вероятностью будут вот эти самые закладки, назовем их? Ну, для этого нужно понимать, а, собственно, каким способом можно сделать тот же самый взрыв. То есть, человек должен за что-то зацепиться, что-то взять, что-то снять, что-то попытаться передвинуть и так далее. То есть, это приведет уже в действие взрывное устройство, и оно как бы сработает. Датчики цели, это вот как раз то, за что человек может зацепиться, наступить, так или иначе с ним коммуницировать, могут быть разные. В случае тех же самых растяжек, условно, это значит, что где-то натянут какой-то проводочек, какая-то лесочка, какой-то шнурок висящий и так далее. То есть, то, через что человек, не видя его, перецепляется ногою, либо тянет за что-то дверь, либо дверца шкафа, либо поднимает какую-то крышку. Вот это все может быть. Если же было построено более хитро, скажем так, то, как правило, используются так называемые мины-ловушки с использованием других мин, как самодельных, так и заводского. Они срабатывают на разгрузку, то есть, стоит условно тяжелый предмет, весом, причем, может быть от 300 грамм и выше. То есть, достаточно легкое что-то. При его поднимании срабатывает сначала минная ловушка, а она уже как бы инициирует и основной боевой поражающий элемент. Поэтому... Вот на разгрузку, не знаю почему, возможно, это, наверное, в первую очередь связано с синематографом, представилась традиционная граната, которая лежит с отстегнутым кольцом на чеке. То есть, если мы ее цепляем, она падает, пропадает нагрузка на чеку, она отлетает и, соответственно, происходит срабатывание. Правильно? Да, так делают, но так делают очень редко, потому что это очень неустойчивое взрывное устройство. Понятно, очень привитивно получается. Да, то есть, там любое домашнее животное, прошедшее мимо, тогда же просто мимо проехала тяжелая техника, дом задрожал, этого будет достаточно, чтобы она перевернулась и сама собой взорвалась. Если у противника было время, было вдохновение, а оно, как правило, у них имеется плюс подлость внутренняя, скажем так, там начинаются более хитрые варианты. То есть, мина должна быть закреплена, то, что ее инициируют, будет сделано максимально незаметно, ну и хитро. То есть, допустим, положить фотоальбом с фотографиями, просто на столе, например, это будет достаточно, чтобы под него высверлить, подложить. Ну, то есть, короче, фантазия у саперов иногда бывает очень-очень богатая, поэтому можно сделать что угодно. Ну, так, приблизительно понимая общую картину, я бы сделал для себя такой небольшой перечень. Заходя в помещение, в котором я долго не был, обращать внимание на дверной проем. На каких уровнях могут быть лески, шнурки? Это обязательно на уровне ног или это может быть вообще на любом уровне? Это может быть на любом уровне, может быть даже на уровне головы. Это может быть, например, даже леска с рыболовным крючком, просто свисающая до уровня плеча. То есть, она не обязательно растянута во весь дверной проем. Вы проходите, цепляетесь, тянетесь и так далее. На уровне ног чаще даже не делают, потому что это может быть инициировано не человеком, а любой там бродячей кошкой, либо собакой зашедшей. Ну и чисто инстинктивно человек как раз туда будет смотреть. Зашли и, да, дверные проемы, дверцы шкафов, дверцы тумбочек и так далее. То есть, то, что может открываться, нужно в первую очередь очень-очень внимательно осмотреть. Нужно очень-очень внимательно осмотреть себе под ноги, смотреть, куда вы наступаете. Если это пол, окей, если там что-то лежит, допустим, там куски обоев навалены, либо ковер. То, что вы не вы туда положили. Это уже потенциальная вероятность того, что под него что-то можно подложить. Самое, конечно, лучшее, это когда вы видите четкий твердый пол, на который вы знаете, что можно наступить. Ничего там нет, рядом никаких тросиков, шнурков, металлических планок и так далее не лежит. И вы каждый свой шаг должны, соответственно, каким образом контролировать. Если вдруг, опять же, вы видите что-то, чего не было и что однозначно вызывает ваши опасения, значит, тут же не пытаться это ни в коем случае ничего с ним сделать, а отходить, вызывать более сведущих лиц, чтобы они уже профессионально это все сделали. Любой предмет, которым вы не уверены, что это опасно, лучше перестраховаться. С помощью чего лучше досматривать? Я так представляю себе. Глаза. Мощный фонарь, по идее, он должен хорошо подсветить шнурки, леска, все это должно. Если есть приоткрытые дверцы шкафов и прочего, туда в первую очередь, я понимаю, глазами залезть, а не приоткрывать. Конечно, да. Ничего руками стараться не трогать, в первую очередь, внимательно осмотреть глазами. Если вы видите, что там ничего нет, ну, тогда уже, как бы, шансов меньше, что там что-то есть. Хороший фонарь, да. Глаза, да. Иногда, по слухам, там, пытались использовать лазерные указки для того, чтобы, там, типа, обнаруживать лески, но на самом деле это редко, когда правильно работает. Поэтому лучше этим не заниматься. Просто фонарь, глаза, внимательность, осторожность. Ну, тогда огромное вам спасибо, в принципе, за то, что посетили нас, за информацию, которая вроде как очевидна, вроде все понятно, но если это говорит человек, который с этим, блин, занимается, этим пользуется, и это работает, это, в общем-то, воодушевляет, и будем надеяться, никому это не пригодится, хотя, ну, домой все хотят, и будем надеяться, все это закончится в ближайшее время, и все вернутся домой. К сожалению, эта информация при всей своей очевидности, и при том, что все должны понимать, к сожалению, не всегда это так. Мне приходилось видеть погибших товарищей, приходилось видеть очень опытных людей, приходилось видеть профессионалов, которые где-то на минутку, потеряв бдительность, потеряв внимание, либо просто на какой-то вот авось, либо потому, что там желание заиметь, например, трофейную технику, превозмогало над них чувство опасности. Из-за этого страдали они, страдали окружающие их люди. Поэтому в очередной раз, снова повторю, если вы не должны туда идти, не ходите туда. Если вам не нужно это трогать, не трогайте. Если вы не уверены в том, что это безопасно, значит, не берите в руки, не подходите близко. Если вы имеете хоть какие-то малейшие опасения, вызывайте профессионалов, пускай они проверяют. Спасибо большое.